так друзья всем привет мы находимся в харькове возле пивзавода как всегда я наверное на этом месте начинал свое первое видео как раз напротив диспетчерской короче мы перебежками доехали вот это вот и харькова получается сменами привезли в киев бумагу а с киева свыжера да уже сюда баночку пивную эту железную сейчас я вам хочу показать одну машинку вчера встретились подписчикам но я стоял тут немножко ремонтировался закрыл машину закрыл короче стоял ремонтировался он подошел собой так поговорили ну поговорили я был занят и крутил и разошлись по кабину а потом вечером я ходил в магазин назад возвращался мерсик его пошел так честно говоря не мог взгляда отвести от этой машины сейчас вы увидите он уже сам с утра стоит любуется машинкой доброе утро вот такой вот сейчас он поговорит по телефону привет вам передаст мегаход вся четко в оригинале все отбойнички все колпачки резиночки стоит еще такая штука я не видел еще такого вот гидравлический насос как на подъеме кабины подымает высоту стоит на 20 сантиметров чтобы ну груз когда не по габаритам не помещается перемычка мешает высоты поговорил по телефону привет будешь передавать первую очередь и ведете вам ребятам конечно тех кто за рулем всем привет удачи на дороге представься как тебя зовут сашка что все понимали сашкой который ездит на мерсике кстати это начинающий дальнобойщик не все начинают камазов как видите да она машинка конечно бомба но по нашим дорогам да такая машина это да надеемся что дороги у нас сделаем ну да мы тоже слышно загляни внутрь покажешь ну так давай открывай ступеньки чик коврики все как положено по убирал сюда смотри к мусор вынесся как положено слышишь а вот розетку я не видел вчера я что-то за розетка такая сам не знаешь да тоже разъем типа как на компьютере понял на системном блоке может там и есть тут 220 не изначально я вчера тут сидел балдел блин наслаждался диванчик как на кухне узловой короче машина самолета самое главное ее преимущество сам скажи сколько у нее расход по кругу получается вот ты в киево приехал сюда ну сюда с небольшим тоннажом получится вот представьте 22 литра небольшой тоннаж это до 10 тонн ну если бы с двадцаткой ехал сколько было бы где-то 24 до 24 ну 25 тут он можно зарабатывать только на одной солярке на расходе так что люди понимают это ставки не подкидывает за счет за счет экономии солярки эту машину можно и обслуживать я так думаю потому что вот этот вот те 10 литров которые она экономит ты свободно за год можешь ее ремонтировать на самых крутых сто и это тебе будет по карману я считаю так правильно чем я будут это сам крутить с расходом 31 так у человека все чистенько порядок все мы будем пить на кофе пойдем да на заправку да пошли такой обзорчик сняли будете ставить лайки писать комментарии как насчет работы по украине сразу вот на таких вот машинах мир суп конечно огонь у нас сильнее я такие видео ну наверно немного не такие они же есть в такой кабине только европятые ну вот у нас наверно черниги такие европятые а может и шестые не знаю и большинство европятых все погнали мы пить кофе всем пока так друзья загрузили меня керой пустой на чернигов загрузили так плотно ворота что получается ворота еле еле закрывается упирается вот в эту тему и вот это которая посередине она по-любому я приеду чернигов открою ворота она на меня выпадет ворота он он упирается получается в ремень если мы ремень завернется все отлично короче закрываемся едем за документами так выезжаем он зеркале остается территория территория это получается на пивзаводе стоянка а т.п. вот здесь есть и он этой территории и вот не видно гитарный склад они арендуют площадку и так понимаю пивзавод здесь вот и шок какой получается тут тут правило да какие правила то есть я сюда еду я иду в диспетчерскую регистрируюсь на погрузку еду сюда вот получается напротив пивзавода заправкой за заправкой ока налево пивзавод а направо это в территории кстати кто ищет электриков пневматиков они тут на из того нормальные вот получается еду сюда мне загрузили эти кеги пустые теперь я с ними и выписали такую ты т.н. куну блин запарковался хоть бы не зацепить нормально короче я с этими господи все все так страшно чтобы не зацепить с этими пустыми керами я должен сейчас поехать заехать на территорию завода старый склад это мне там надо получается получить документы выезжая со стоянки ну с территории пивзавода подъехать к охране показать что везу куда это сила везу в кузове они проверят короче лишние движения плюс это заезжать выезжать разворачивать рвать резину поменял я ребята он тебя идет от крана вот там от крана и вниз к мосту которая регулируется высота транспортного положения он видите она тогда кран удочка по центру и отнюдь этот мост и пошла такая тяжко на 6 беленькая новенькая вот и теперь чтобы выставить транспортное положение не надо будет подключаться к диагностическому оборудованию компьютером она там настраивалась а просто тяжкую длину увеличил и будет приподнята и когда на пульте транспортно нажимаешь она уже будет чуть чуть выше ну на зиму на лето можно будет пускать для красоты чтобы машинка была пониже так стали мы просто под под рампу чтобы не стоять там посреди двора но нас тут грузить не будут просто ну ждем документы так надо сюда какие-то карабинчики купить уже он так вот по завязывал вплотную загружен чтобы ничего не выпало то мало виду отстегнется и кега полетит на сзади идущие машины так теперь надо что-то делать резины вот это колесо вырвано это оно вырвано потому что рулевое вот из-за вот этих вот ламелек разрезов вот эту получаются секции вот эти вот их на развороте повырывала это я не на камне это конечно на камне на каком-то но если бы не было таких боковых разговоров убить от пол пластами и вырывает здесь такого нету таких ламелек и поэтому они ходят короче ждем документы вроде я попросил чтобы не ждать должны вынести кабине ждем документы и мчим в чернигов на заводик ох я помню здесь тару выгружалка да у меня пять поддонов по моему или 7 развалились там они плохо были застричеваны а бутылка она идет под самый потолок пустая тара бушная я сюда привозил я вот на этой рампе ночевал то есть меня поставили выгрузку на 12 ночи до трех часов ночи они там что-то мучили меня мучили потом подходит ко мне это же кладовщик говорит перепаковывай перестащивать накроешь заново перестать то есть эти я не знаю как ну там поддон высотой ну два метра наверное может больше там 220 но они очень высокие почти до потолку вот короче мы с ним воевали воевали он говорит тебя 500 гривен удержат за поддон если люди другие будут перепаковывать наши работники я говорю хорошо ну пути держит но я беру перепаковать не буду этот поддон в два раза больше меня что это за такое нужен водитель там перепаковывал эти бутылки самих перепаковывать и и короче он тянул тянул вот это и я не знаю такой нудный какой-то он был я ничего как бы плохого там поначалу я думал что он как бы отстаивать свои права как бы да то есть вот он должен такое принимать ему привез негодная наша должен я отвечаю за это но потом когда настало утро смена поменялась я уже ну думаю до понедельника стоять выйду хоть выйду с территорию там территория проходная напротив заправка думаю выйду куплю там воды еды какую-то вот я начал выходить с территории меня не выпускают почему потому что можешь выехать на машине хорошо я ведут оставили под рампой до понедельника то есть три дня что я буду делать ну как я тут выживу блин ни еды ни воды нету блин три дня и солнце такое лупила жара и двери по открывал в тенек же там не пойдешь не сядешь у там вот где-то блин под бордюр потому что тут просто так ходить нельзя то есть надо надо находиться в машине ну вот короче катовали меня тут как положено ходил же жду был выйти меня не выпустили и у меня уже злость я начал всех обзванивать объяснять ситуацию но в самую последнюю очередь я позвоню своему логисту что он мне скажет вот и как-то нас решилась само собой то есть подошел ко мне человек который уже ну начальник склада другой ну сначала мне в телефонном режиме объяснили что ближе к обеду мной займутся вот а потом подошел ко мне в кладовщик и же вы думаете он и там два помощника у него было вот они аккуратненько все это поддоны типа вывозили не рассказывали мне никакие парики 500 гривен там и не заставляли меня перепаковывать короче не так понимаю что это просто извиняюсь за слово чмо с плохим настроением было на смене и просто знаю знаете как если есть какая-то возможность сделать человеку плохо до поиздеваться чувствуешь свое превосходство над кем-то то начинаешь вот это ведь веревки из людей незнакомых тебе вот я думаю что вот это чмо которая стояла в этой каске мне рассказывала я думаю что вот у него просто было плохое настроение порядочный хороший человек который заступил на его заменил его до выйдя на другую смену то профессионал профессионал на на своем деле или просто знаете как началась смена он еще не был если строение было не испорчено он спал он сил не знаю not то есть как одну и ту же работу делают два разных человека и меня вот сутки продержали да не сутки там 12 часов до плюс выгружали еще часа там частная 13 часов может 14 я простоял здесь на рамке единственная дашу я немного накричал повысил голос на охранника когда я пошел пешком чтобы сходить в туалет на 2 пешком у так обойти склад тарны а с другой стороны здания потом прилично пойти там метров метров 800 пройти склад готовой продукции там где мы грузимся пивом и там вот я знаю что был туалет я туда шел а он начал что ты тут ходишь ты кто такой я конечно не выдержал и в грубой форме ему ответил зашел мне стыдно я извиняюсь потому что человек был старше меня не намного он лет на 15 старше был меня но все равно мне 30 ему там было под 50 за это мне стыдно ну просто что когда ты уже нервы на пределе и над тобой издеваются ты как собака короче никому не не дело до тебя то конечно тяжело себя сдерживать так ладно не будем о плохом погода хорошая у меня рейс домой поэтому все хорошо не надо наслаждаться тем что есть они вспоминать то что было плохое так ребята хочу вам рассказать про ситуацию которая происходит на заправке вот извините за качество звука потому что ветер я у них по топливной карте решил заправить 300 литров вот мне она дала сразу же на кассе чек сумма 9069 гривен 300 литров мало то что них цена по 30 гривен 23 копейки за литр еще они меня заправили вот 2 литра 300 грамм не долили когда я подошел на кассу они минут бывает такое когда возврат там да не влезла или все шуток но смотрите они это ароментировали тем что мне в бак не влезла 2 литра 280 грамм вот они не делали сделали чек возврата я ничего не хочу сказать как бы плохое или что но почему допустим всегда как бы они продают на сумму 9000 или у них отключается касса но это касса больше не проводит там дали как программа правильно вот но у них все время вот именно барьер 9000 кто знает напишите в комментариях почему на других заправках по моему за наличку можно там и на 10000 заправиться насколько я знаю а здесь именно 9000 отсекает просто наука у меня была такая ситуация что у меня вырубали каждый 100 литров то есть 100 литров заправили когда по талонам заправлялся 100 литров заправили чик отключили потом включили это отключили включили на каждом включении таком они как бы в плюсе были там на на пол-литры наверно там или там и ну я не знаю говорить не буду но я думаю что так потому что я заправщиками был знаком эрин что это такое вы вы мне то 300 сразу допустим к примеру я не понял там литра по моему заправлял вы мне или 500 литров сразу заправляет это пять раз постой рассказывайте что вы больше не можете включить когда-то война была такая постоянная так вот про эти 9000 это тут тоже также типа 9000 отключается чтобы были отключения включения чтоб как-то ну я не знаю не уходила заправка в минус а в плюс кто знает пишите в комментариях тоже что-то химичат смотрите легковая подъехала пошел он с меркой видите в зеркале что-то тут нечисто на полтавской заправки а может нормально все просто у нас паника короче а то сейчас запаркинился перекушу и поеду дальше чего-ка аккумуляторы без крышки доброе утро всем родники чернил сейчас заедем на стояночку а вечером уже поедем на выгрузку я думаю что так оно все будет а там посмотрим это наша объездная у нас две их большая а это типа маленькая которая типа в городе так видите кеги не бы выпадали все четко я думал что вот эти развалятся верхние аж нет дорога нормальная была поэтому мы доехали без всякой тряски сейчас вот эту машинку выгрузят и меня вот мы наверно буду до понедельника дома сегодня у нас четверг уже наверно да я честно разбился или среда аваторник меня загрузили в среду меня загрузились он чуть вверх короче дом наверное я буду дома до понедельника но там посмотрим сейчас еще ухожу если быстро выгрузят помыть машину заехать на моем вольво классная я вот это после знакомства с сашей который на мерседесе ездит так блин уже начал задумываться тоже надо чтобы это не стало собирать и покупать новую машину ездить не бояться потому что новая есть новая я посчитал я был машины с пробегом за миллион ну как новая она же у него тоже с пробегом он полмиллиона брал 600 тысяч но просто вот я не знаю свою мне моя уже обошлась сам тягач тысяч уже 12 долларов он не обошелся с учетом того что убрал за 7 ну где-то семь семь с половиной так посчитать вот я купил и уже 5000 долларов я в него вложил так вот и думаете да а взял бы я допустим за 12000 там машину все равно бы в нее вложил бы тысячи три четыре точно что любую машину какую не возьми которая покаталась уже по украине ее надо потому что ну обслуженную машину никто не просит никто не уложит там 150 200 тысяч ривен и не будет вам его продавать там за столько же сколько он его уложил там чуть больше да положил 150 продал за 200 ну такого не не бывает обычно ее выкатывают выжимают с нее все сону как это же прям убивают но не обслуживают и потом продают и покупают новее потому что ремонт грузового автомобиля он выходит гораздо дороже чем сам автомобиль можно купить короче это я да я сделал такой вывод на часах у нас половина восьмого нас уже выгрузили пропечатали документы вот я приехал уже на стоянку ну все припарковался собираю вещи он продукт из холодильника все же брал все назад привез рейс короткий короче холодильник выключил вот это что я начал снимать видео я вот вожу с собой вот такую вот бутылочку цвет такой да как на дороге вот уваляются да здесь у меня уксус яблочный какой-то концентрат вот я его на влажную салфетку ну влажную салфетку не важно сухую точнее беру кусок сухой салфетки пропитал этим уксусом протираю холодильник и тогда в нем нету блин он не видно ничем вот так видно протираю и тогда нету запаха убивает на на все микробы это в интернете вычитал в принципе помогает так 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 все будет проветриваться это такие штучки наклеил для того чтобы в крышку не терл не терся холодильник потому что он стоит на поролоне и получается он плотно придавливается крышкой ну с крышкой плотно контактирует а это такие наклейки на ножки кресел продаются в эпицентре все подушку сложили ажу сумку дорожную сумка дорожная вещи сохнут наши послаживать короче так а еще такой вот у нас фонарик есть это налобный фонарик стоит он 300 гривен заряжается от микро usb батарейка тут аккумуляторная я ее менял потому что здесь родная она родная никакая вот такая вот батарейка стоит короче с батарейка совсем он обошел сами по моему 400 гривен районе там плюс-минус светит то есть он нормально принципе освещать то есть вот такой режим прикольная типа мигалка полиция короче такие дела у все будем наверно на этом наше видео заканчивать такой короткий рейс рубая мена мена киев харьков и харьков чернигов я люблю такие рейсы давно не ездил вот дела круг получился 15 ушло на дорогу 10 осталось как то так ну все всем пока пальцы вверх пальцы вниз ставим колокольчик колокольчик пишем обязательно комментарии все всем пока